К сожалению, в Польше ты не добьешься справедливости, ты не сможешь там оспорить какое-то решение польской спецслужбы и победить. Это бесполезно. Вот в этом плане, да, я готов с этим согласиться. Работающий человек, готовый тому, чтобы работать, то в Польше полно рабочих мест. Если ты решил вот эту проблему с работой, со своим доходом, то плюсы, которые у тебя есть в Польше, они все-таки превышают очень много минусов, которые есть, допустим, в других странах Западной Европы. Хотелось бы узнать, какие впечатления о Польше и о поляках у тебя сложилось. У меня очень хорошее впечатление о Польше, как о стране. Я часто сталкиваюсь с мнением здесь, что Польша это такая не до Европы, это типа еще не до заграницы, там из-за коммунистического прошлого еще все очень плохо, как-то люди не хотят, мол, там жить. Я с самого начала, как я только выехал из Польши, я всегда с этим мнением не соглашался. Мне кажется, что Польша одна из самых лучших стран в Европе для кавказца, чтобы жить. Я могу объяснить, почему я так считаю, то есть это не просто из каких-то там чувств, я так чувствую, а этому есть и рациональное объяснение. Но сначала пройдемся по доводам людей, которые против Польши, которые не любят. Это, как правило, значит, первый аргумент. Там не любят мусульман. Значит, в Польше очень много нацистов. Нацистов не в плане поддерживающих рейх, а в плане таких радикальных польских националистов. И третье, там нет социальной вот этой подушки. Ну, то есть, как в европейских странах, когда беженцы, допустим, его обеспечивают жильем, там дают эти деньги на пропитание. Вот это вот три основных момента. Ну, и четвертое, но четвертое, это то, с чем я, конечно, соглашусь, это уже вопрос, касаемый власти. То есть, если у тебя проблемы с польской властью, здесь вообще у тебя нет никаких шансов. То есть, это минус этой страны. И если у тебя, допустим, не сложилось, не сложились с ними отношения, как у меня, например, то, к сожалению, в Польше ты не добьешься справедливости, ты не сможешь там оспорить какое-то решение польской спецслужбы и победить. Это бесполезно. Вот в этом плане, да, я готов с этим согласиться. Но я хочу, не у всех же проблемы, да, как у меня. И у большинства людей их нет. Поэтому, для большинства людей, Польша, я считаю, очень хорошая страна, потому что, первый аргумент, что там не любят мусульман, мы должны с вами понять, понимать, что мусульман никто любить и не должен. Нет такого. А вы любите христиан, я вас спрошу, мусульман? Вы что, любите? Или кого там? Или буддистов? Или атеистов? Здесь нет такого, что вас там любить никто не должен. Но, есть ли там такое, что не любят мусульманы, поэтому там сейчас мусульман где-то на улицах будут вылавливать и что-то? Нет, ничего подобного. Никогда не сталкиваться. Но, при этом, там есть, есть ли там какие-то радикальные националисты? Да, они есть везде. Как и везде, там они тоже есть. И, есть ли какие-то кейсы, где, например, там на девушку в хиджабе, допустим, что-то там на нее напали или что-то сделали? Да, такие кейсы там найдутся. Но, они есть везде. В любой стране они есть. Поэтому, в конечном итоге, все приходит к третьему вот этому пункту претензий к Польше. Это то, что там нет вот этой вот социальной подушки. Тебе не предоставят там жилье, например, как это делают в Германии. Или той же там Бельгии, Франции, по-моему, тоже дают в Швеции. Это правда. Но, если ты работающий человек, готовый тому, чтобы работать, то в Польше полно рабочих мест. Если ты решил вот эту проблему с работой, со своим доходом, то плюсы, которые у тебя есть в Польше, они все-таки превышают очень много минусов, которые есть, допустим, в других странах Западной Европы. И из очевидных таких плюсов я могу сказать, может, это даже и покажется как-то странно, но все-таки то, что поляки сопротивляются принятию мигрантов, беженцев, это делает эту страну более комфортной для того небольшого количества беженцев, мигрантов, которые там находятся. Да, это, наверное, какой-то парадокс, но это действительно так происходит, потому что те страны, где много беженцев, в этих странах, наоборот, в целом люди начинают плохо относиться. Это дает обратную реакцию. Начинают принимать законы антимигрантские, начинается вот это всяческое закручивание гаек. Понимаете, вот это все происходит здесь, потому что много очень мигрантов. А там их мало, поэтому до них особо дела нет. И они, наоборот, как-то комфортно живут. Плюс очень много вопросов покупки машины, допустим, ее оформления, использования российских прав, которые в большинстве у нас бывают. Коммуникация, язык все равно легче усвоить. То есть, вот эти вот все моменты, это огромные плюсы здесь. То есть, там изначально у этого беженца очень много как бы права. Он может свободно купить машину на себя и оформить. Причем это оформление, это не какой-то процесс там государственный. Просто написал, куплю, продажу, все, это машина твоя, езди на здоровье. То есть, права используй сколько хочешь, получил вид на жительство, поменяй. То есть, вот эти вот все моменты, они там очень упрощены. Ну и автобаны польские хорошие. В общем, а и самое важное, цены. Цены на продукты, на аренду жилья. То есть, в целом уровень жизни, он там другой. Здесь все гораздо дороже в странах Запада, Западной Европы. Все гораздо дороже, продукты дороже, все это дороже. Поэтому жить в Польше, для тебя это боль, для тебя это легче. Особенно если у тебя, допустим, есть родственники в Западной Европе. И если они будут помогать человеку, живущему в Польше, то он будет себя чувствовать комфортно. Субтитры создавал DimaTorzok